а как теперь их выкапать по одному нельзя оставляете вот видите самый мощный остальные сразу пачками там сколько лопаты берет 35 тогда корни целее будут а если по одному а между ними лопату ставишь корни рубишь сразу несколько вокруг ротик целую каналу поняли и это красота не нравится потому что мальчик не нравится потому что у него на лице написано любовь забота к деревьям холмы гряда ну крутовато замерзли послушать моего совета значит сгладят помните как Сергей Валерьевич перегноем сглажу круто в этой холмики вот это мне понравилось да в конечном счете должен остаться один но человек который это делал он думал как а может один-то их зайдет он делал запас ну а теперь остальные отсадят раздаст может быть я бы этот оставил потому что ему точно уже не повредятся корни даже на постоянное место вот вот это вот снимок присланы видите что обрезана как я учу это важнейший момент опять хорошая обрезка и вот этот снимок да действительно я использовал уже не меньше трех раз знаете почему я назвал его борьба нового со старым старые это вот эти красивые галаши это проваленная получается ямка и борьба то есть люди уже садили по железу но от этого отказаться уже не смогли красиво выберите нано красиво вот вот это важнейший момент где резать саженец был полутора метровый саженец был с рынка мне его подарил местный авторитет я его вроде бы вот на что я и то ошибся я обрезал больше половины время было примерно 25 мая и гора стояла и за собой за только самая нижняя часть это говорит о том что даже когда я говорю отрезайте половину даже я могу ошибиться вот это важнейший для новичков яркое доказательство потому что прошло время как видите так тут и не очнулась ничего здесь внутри пересаживаю саженец все гниет вот это вот вот это мне не нравится густая посадки как потом рассаживать рассаживать вот это в момент важнейший а здесь в один раз вот так же как тот случай рассказал такой же случай был когда даже зашли густо-густо посаженные абрикосы и пересадили в годовалыми осенними а это же весной вот примерно таком состоянии вот это я запомнил все погибли я то догадался почему выкапали то может быть и нормально были а садили уже на месте как не попадя попробую тут отметку сделаю где корневая шейка и загубили все пересадили на все померло такой же точно случай не годится так вот этот мне нравится почему да взошло мало вот еще несколько взойдет они же не в один день сходят то по крайней мере зашли даже вот это может стать успехом вот человек попытался от всех этих превратности судьбы от климатических от зубов от клювов спасти вот таким путем вот это вот тоже наш бич наша беда проращивает когда они пропелся садят их коробки или в горшки и на подоконник растят март-апрель и потом после высадки все это дружно гибнет здесь посадка промежуточная то есть первые торфяные горшочки а потом уже высадка на место то есть получается промежуток хорошее промежуток это то же самое значит здесь в момент такой я бы не догадался когда обязательно нужно садить под бутылки обязательно и тогда мы гадаем целый целый месяц вегетативного периода не меньше месяца обычно возвращается зима или похолодание они падают от ветра и от всех хорошенько подвязал я вам это показываю это тоже моя ученица все в результате получилось посмотрите есть более углубленной темы например мне еще приходится на средне арифметического человека если они у меня приобретут семена и потом они погубят вот ради этого я и стараюсь живучи как а это вот тоже фотографии из индии один из моих семинаристов он побывал в одном из южных ботанической садовой побывал в Индии в Индии то есть тоже гробят вот отсюда и значение надо ли это кому-то вот видите авианг то же самое вот это я для чего снимок видите какой он когда огромное дерево она сама себе делает холм прям посреди ручья почему не вымокли корни почему деревья живы правда чувствовать себя неважно но живы получается что я я помогал разрабатывать участок колодец копали так метр выкопали дальше нельзя было потому что полметра воды и полметра всего суши вишни выросли да какие огромные мотайте на осу корневые отводки да у них нет центрального корня это часть дерева это ноги это не это и не сажен шум а из сеянцева в одном случае нельзя садить другом случае наоборот садить надо видите как вот такие места для отводка вот я там где людям дали на болоте дома построен на болоте ну хотя бы вишни выросли мотайте на ус вот это то что видел о том пою вся литература для меня это извините никуда не годится это все потому что часто это такое мясничество знаете на моем сайте гостевой книги написано авторитетный садовод он же не просто говорит я сажу у меня всходит сажу смысле осенью а у меня все всходит он говорит садите осенью обязательно взойдет это очень важный момент хоть и кто-то считает что я повторяю я рассказал про груши две посадки полная неудача вот тут же в другие годы абсолютно все сходило абрикосы сажают 1500 штук а я же ведливый зашло 170 ну для меня 170 много но для кого-то это выброшенные деньги выписывают у меня иркутские там ну там длиннючее название и слово научный том числе есть вот 1100 выписывают 87 зашло или 84 почему лялья констерина сюда зашло так мало я откуда знаю струксировали струксировали когда по это само а тут человек пишет авторитетный садовод а он же дает совет фактически то опасно по нему в моем гостевой почитайте что садите обязательно взойдет у него сходится за каждое слово надо ответственность нести вот это тоже камень притягивает влагу камень притягивает тепло не лежит у меня душа кому-то я высказал свое мнение может убрал камень смотрите это мой росток я опять вынужден сказать найдите 10 тысяч никто не заметил что этот посадка как раз сантиметров на 10 видели откуда листья лезут что верно смерть посадили да сухо да растет в нас земля потрескала придет время изгниет вот и все смотрите сюда технологии вроде железовской быстро оттаивает весной так быстрее зацветет согласно что нужно делать но нужны холмы но нельзя без них нельзя раз раньше проснется вроде бы надо уже вот этой вот посадка уже спасли проснется раньше значит что раньше зацветет раньше по замороз попадет что надо делать да надо садить раннее позднее среднее и тогда получается как заморозок часть попадает часть не успевает проснуться а сейчас уже от отшива вот единственный выход компромисс с реальности кошки с одной для чего дам мощи трехлетки да вот действительно манджорцы значит они были стрессированы естественно вот естественно они прекрасно растут потому что были глубоко закопаны и наконец увидите что как говорится одного дерева а характер уже разный возвратная зима при этой прививке практически безопасно ведь бывало что морозы доходили до минус 20 во время вода по зимой страдает обычно только абрикос если до минус 20 возвратно а яблони груш практически нет вот это заботливое укутывание важнейший прием лопату как раз уж пересаживаем должны знать дело в том что как их рубят лопата видите как стоит меня я позирую на одной оси с саженцем и как копка идет так что корни поднимаются развернем на 90 градусов отрезать корни вот это практически никто не знает казалось бы мелочь этот мелочи зависит этот все вся жизнь миллионов деревьев ну это фотография то что надежнее не бывает вот чем вот эти вот сибирки на которые привита вот а вот это вот под бутылкой что ранее то самое верно месяц раньше день не так день идет за два за три нас их земле успевает созреть важнейший технологический прием просто как пять копеек на важнейший а потом возьмите саженцы этот вид который был привет без бутылки и вырос без бутылки приходит зима а почка то есть даже сбросит на неполноценный почка вот страшнейшая вещь вот это тоже саженец он был вот эта часть выросла под землей поняли дальше не продолжаю уже надоело с этими посадками абакан научил человека получил прекрасное усеньца манджурца прекрасные плоды рассказывал кто-то в этом знает а вот что касается того что я сказал руки обрежу оборву сам если тронешь хоть одну ветку вот результат или у него свой питомник с одного дерева начал почему потому что вот этот идиотизм не используют не калечит деревьев это тоже видели лучше очень боятся сырости почти как абрикосы и поэтому стране нет сколько долбить я не знаю когда эти статьи исчезнут вот тоже самое справа вот тут как раз еще одну игрушку обнаружил вот с этим ясно с этим ясно это был тот самый сентябрь с листьями обрезка сильная но с листьями никаких ошмигиваний запомните навсегда вы увидите ролики где с таким целостасием никогда лист не вызревал а то есть оторвали его даже если отрезали почки хана она осталась не полноценно не выну вот это косточка вот это как ядрышко все держит ядрышко а скорлупка используйте что используйте складки местности вот складка местности это теплый дом завода управления цианского алюминиевого завода от него тепло идет и плюс еще вот каждый год и так сверху прекрасно плодоносит груши которые вообще там нет ничего тут отступи метров 10 каждый год 40 43 используют складки мест часть кочущего питомника вот здесь еще ничего нет питомник развивался сюда уже бывший грузоплодоносил он был вытесен туда вправо и вдаль а это будет последний момент теперь он сюда движется опять лучший звучка станции навсегда вот это есть неубиваемый сад дело в том что из-за раскачки климата можно выбросить все деньги я уже приводил кто мне раньше смотрел пример белорусов 15 миллионов долларов закопали и не выкопали дело в том что все зависит от того с чего сад начинается вот сад нельзя развивать по принципу а в большой большой участок гектара десятки сотни достать саженца нигде вы не достанете качество саженца сто процентов раз то невозможно значит ничего закладывается тогда получается семян так а семян я уже говорил что это тоже проблема и мое мнение такое закладывать сад маточный он же питомник надо это если бы нарисовать большой-большой квадрат пусть гектары но представляете что мы выделили там допустим 50 соток допустим до купили вы достаточное количество семян и посадили густо-густо но не так густо вот как на этой фотографии так густо а ну скажем через полметра надежды что половина зайдет полу нет уже бы через метр как это природа убьет уже будет через два но это окончательно и так пол с пол гектара вас есть 23 50 соток вот отсюда и пойдет почему вы проверили будет ли расти вы еще может быть у вас вместо совершенно негодная вы многие даже не задуматься когда землю все землю некоторые говорят практически бесплатно поэтому берут берут бывшие старые сады промышленные бывшие плодовые там еще садить нельзя а люди берут вот получается сначала сначала то есть косточки сальтификация по баночкам баночки могут быть там 200 граммовые 100 граммовые 500 граммовые смотря сколько семян все это лучше погребе ну естественно холодный бывает почему теплые погреба и бывает не погреба а под полой под домами там тепло там зайдет к новому году или даже феврале может зайти это опасно ждать весны нельзя очень короткий срок у детей груш я занимался статификация или посадкой по зиму только уссурийский груш больше никаких некоторые просят у меня семена культурных яблонь груш для меня это культурные абрикосы сливы вишни да ну еще персики и черешни вот все почему потому что это все культуры косточковые с ними интересно работать у них не такой длинный срок до отношения даже усенец я еще назвал абрикос скороплодный только потому что на трогать цветы заложил а на третий год зацвел так вот обычно 5 6 год не так долго более-менее а попробуйте это с яблоней и потом что вы там получите неизвестно самый яркий пример именно мичурина он значит вроде это что чуть ли не сибирка ну короче лесная яблоня была родителям антонов антонов к семечки проращил доводил до познашения получал дикари потом пошел дальше вот это тоже надо учит прямо плодах куплю сам наковыряет там роскошные ваши яблоки груши сладчайшие нет почему мичурина же я узнал а ведь вся наука то против вегетативной гибридации а это же она родимая то есть получается что если культурная сорт культурнейший был привит на дикаря а с него растить косточку свойства вот этого дикаря переходит оказывается и можно вырасти дикаря вот так с антоновками обжегся и сделал выводы для всех вот я проверять не собираюсь яблонями и грушами не собираюсь культурные это можно и в магазине купить ведь пример боднер это вот все магазинные плоды ведь роскошный сад был с магазин кладу яблони и груши черешни сливы все с магазинных кладов то есть можно этот путь но извините это же боднера такой один на миллион вот обывателю нормальному среднем человеку обыватель слова обидно просто нормальному среднем человеку дачнику это уже не под силу а с кончиками пожалуйста сколько хотите экспериментируйте потому что того боятся вот и понятие смешанного сада я вас прошу чтобы вы поняли что такой смешанный сад пожалуйста помите правильно если я где-то читал в меркам где-то каком-то журнале что обязательно что какой дикар исключить дикаря с культурного сада то есть и в идеале саду быть моносад тоже такой моносад понятно или уже один сорт но это плохо это деградация это даже ученые признают на счета всех допустим крупноплодных все допустим культурных а эти полу культуры но зато все нет ребята вот то что вы видите тут все подряд тут вот у меня растут вот даже покажу хотите смотрите вот это вот видите это артем это дикарь это опять дикарь справа дикарь слева дикарь это назвать сверху на плоду ну название такое плоды средние там 30 40 грамм 50 грамм это королевский у меня получается более дикие опыляют более культурные у вас надеюсь будет вот это им да здоровье поняли а более культурные опыляют более дикие есть вариант достаточно вкусного дикаря а дальше лотерея а я еще раз говорю а он с косточкой что вырастет я отказываюсь я сам не знаю этого никто не знает это даже не лотерея это волшебство она выросла прям под забором ничья и никого рука не поднялась участвует участвует в опыление у меня плоды укрутнились за это время три раза с первого плодношения а там дальше посмотрите за следующий сад а там уже берег а там этих сибирах там это осенью красно а весна белого от них что мне вырубить их что ли надо чтобы они не опыляли культурный наоборот пусть опыляет это я им хотел сказать вот когда я достал эту книгу 100 летней давности и там было написано как они плохо проходят эти как очень плотно и дает корку особенно после дождя она может такое стать такой твердый что непробиваемая не могут царя пропаде туда поэкспериментировал я взял груши посадил и присыпал песком результат получился неоднозначный почему где-то густо где-то пусто дело в том что песок очень быстро испарять влагу и а семечка на ней вот этот абрикосовая косточка которая запасом могучее вот и потенциально огромное дерево нет это же семечка груши малюхонька и меня получилось там штук 50 растут аж долг на друге потом бах полметра или метр пусто я понял одно песок имеет недостаток какой ионара чаще поливать но использовать надо но и использовать опять же исходя из того проверять вот весна уже вы должны знать надо корку щупать а то посажу а у меня . . . как в той книге написано схватиться так посадить надо так чтобы они дружно все головами одновременно проламывали вот ну а вариант запасной с песком я правда сам придумал оказывается это их на на миллион всех придумал высыхает высыхает надо сейчас поливать нет возможности не используйте песок вот ну черный паром чем заключается я противник черного пара когда-то без снежной зимы такие вещи погибают это на урале глаз мне режет тем более смотрите надо было садить такую красоту столько ни одной травинки мне кажется это не для экстремальной зимы вот ну а здесь такой промежуточный вариант он говорит что прекрасный абрикоса иначе вы их калечите